Гнотисе Аутон. Познай самого себя. 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Мачинская Регина Ильинична, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заведующий лабораторией нейрофизиологии и когнитивной деятельности Института возрастной физиологии РАО и профессор кафедры психологии и педагогической антропологии Московского государственного лингвистического университета, где читают курсы лекций по физиологии центральной нервной системы, психофизиологии и возрастной психофизиологии. Регина Мачинская окончила психологический факультет Московского государственного университета, где проходила специализацию на кафедре психофизиологии. Среди научных интересов профессора Мачинской – формирование системной мозговой организации когнитивных процессов у детей и нейрофизиологические механизмы трудностей обучения, комплексный анализ синдрома дефицита внимания. Регина Мачинская – автор 135 статей, в том числе 20 публикаций в международных научных изданиях на иностранных языках. Регина Мачинская сегодня в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте. Наша программа о человеке как социально-биологическом объекте и обладателе того, чего не было у его эволюционных предшественников, обладателе уникального человеческого мозга. Есть мнение, что за эту уникальность человечество расплачивается различными расстройствами центральной нервной системы, которые имеют и поведенческие, и когнитивные проявления. Вот особенностям поведения и когнитивного развития детей будет посвящен наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, Регина. Добрый день, уважаемые зрители. Еще раз добрый день, Марина. Я сегодня хочу рассказать о важной для медицины в целом и конкретно для той области, в которой я работаю, проблеме дифференциальной диагностики и, соответственно, адресной коррекции. В чем, собственно, проблема состоит? Дело в том, что в мировом сообществе уже достаточно давно принята единая парадигма подхода к диагностике и коррекции различных заболеваний. И парадигма эта состоит в том, что выделяются отдельные нозологические формы или синдромы различных заболеваний, и для них разрабатывается с помощью научных исследований, с помощью клинических испытаний определенная схема коррекции, в том числе медикаментозной. И правило, по которым должно проводиться лечение, вот этих отдельных нозологических форм, оно достаточно жестко регламентируется в разных странах, с разной степенью жесткости. И это дает достаточно хороший инструмент медикам для того, чтобы в экстренных ситуациях, для того, чтобы в каких-то ситуациях, если человек сам, может быть, недостаточно квалифицирован или не очень разбирается в какой-то области, чтобы он применил эту схему и, по крайней мере, не навредил. Это как бы одна сторона существования таких классификаций нозологических форм. Но, собственно, проблема-то в чем? Проблема состоит в том, что чем больше мы изучаем человека и его физиологические системы, тем больше мы понимаем, что они не существуют изолированно. Если происходит какая-то поломка в какой-то одной физиологической системе, это также тянет за собой и другие какие-то изменения. И все это между собой связано, и связано в том числе и с центральной нервной системой. И более того, вот эта сложная организация, она достаточно индивидуальна, очень индивидуальна. И поэтому во многих случаях, когда применяется жесткая схема, она не является эффективной, потому что данному конкретному человеку это либо не помогает, либо даже может нанести какой-то вред. Вот это, собственно, проблема персонифицированной медицины, то есть обращение к диагностике человека индивидуально, не болезни, а его, так сказать, проблем, она достаточно давняя проблема. Но на современном уровне знаний она особенно становится актуальной, потому что накапливается все больше и больше данных о сложности этих систем, их индивидуальной вариабельности. И особенно острая эта проблема, как мне кажется, стоит именно для заболеваний, так они и называются заболевания, которые связаны с нарушением развития. Почему это так? Я попробую проиллюстрировать сейчас на проблеме классификации различных форм нарушений поведения и что из себя представляет. Потому что, на самом деле, может быть, я скажу сейчас крамольную вещь, все эти нозологические формы не являются никакими синдромами. Это просто описание по внешним признакам каких-то особенностей поведения. И это хорошо видно на той классификации, которой принято Всемирной организацией здравоохранения МКБ-10, и которая используется в том числе и у нас. Вот посмотрим только на часть этих так называемых синдромов. Нарушение психологического развития, это номера тут указанные, и эмоциональное расстройство. Нарушение психологического развития, специфическое расстройство развития речи языка. Это значит, нарушается либо экспрессивная речь, либо понимание речи. То есть это такая форма нарушений. Специфический расстройство развития учебных навыков. Тут уже возникает вопрос, что это за специфические нарушения учебных навыков, а если человек не учится. Что имеется в виду? Дизлексия и дисграфия. Это уже сами по себе достаточно сложные нарушения с многими причинами и компонентами. Специфические расстройства развития моторной функции и так далее. Дальше мы встречаем смешанные специфические расстройства. Значит, у этого ребенка есть и то, и другое, и речь, и дисграфия, и школьные навыки, и так далее. Плюс еще и моторная. Общие расстройства психологического развития. Сюда, кстати, относятся расстройства аутистического спектра. Там в классификации можно было думать, что есть какие-то конкретные указания, что это такое. Нет. Там все опять идет просто описание внешних приступов, каких-то особенностей, более того, которые проявляются в социуме и вообще могут возникать по совершенно разным причинам. Отдельно хочу обратить внимание на ту форму нарушения, которую я буду говорить более подробно в связи с тем подходом, который я хочу предложить для индивидуальной диагностики. Это форма нарушений, которая называется синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Относится этот синдром к гиперкинетическим расстройствам. Есть, кроме этого, еще расстройства поведения, так называемые. Есть смешанные расстройства поведения и эмоций. Есть расстройства социального функционирования. Тут видно очень хорошо, что все эти нозологические формы – это ничто иное, как практически на бытовом уровне описание каких-то особенностей поведения. Гиперкинетическое расстройство, вот оно F90-0, смотрим. Нарушение активности и внимания. Дефицит внимания и гиперактивность. Дальше это практически не расшифровывается. Расстройство дефицита внимания с гиперактивностью. Наконец, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Исключено гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения. Это следующее. То есть у человека, который начинает пробовать вникать в эту классификацию, просто, извините, все смешивается. То есть как медик должен, по каким признакам это все выбирать? Только по поведенческим признакам. И существуют опросники для дефицита внимания, в которых родители, педагоги просто отмечают какие-то формы, особенности поведения. Поэтому главная проблема, с которой сталкивается этот подход к нозологической классификации, особенно это касается нарушений развития, стоит в том, что диагностика, собственно, основывается на абсолютно субъективных наблюдениях одних специалистов за конкретным человеком. Вторая очень важная вещь, связанная с этой проблемой, это то, что вот эти нозологические формы не являются на самом деле никакими синдромами, то есть не имеют единой причины, которая выражается в разных симптомах. Это явление, это гетерогенность, то есть отсутствие единой теологии у большинства нозологических форм нарушений развития. И, собственно говоря, как быть с этим, что делать? И, собственно, мы предлагаем сопоставление в этом случае особенностей развития, особенностей познавательного развития и поведения с особенностями функционального состояния мозга, как на уровне индивидуальном, так и на уровне популяционном, сопоставляя какие-то сходные изменения функционального состояния мозга и сходные изменения поведения. Ну и, собственно говоря, это с точки зрения медицины. Дальше я проиллюстрирую, как это конкретно может выглядеть на конкретной области электрофизиологии, которую мы сопоставляем с нейропсихологическими исследованиями. Почему это важно знать не только для медиков? Почему важны знания индивидуальных особенностей тех мозговых процессов, которые определяют индивидуальные особенности поведения? Во-первых, это важно, когда ребенок поступает в школу, для определения готовности к систематичному обучению. Он конкретно в чем готов, а в чем он конкретно этот ребенок не готов? Для выявления рисков учебной и социальной адаптации, потому что в семье это одно поведение, человек вовлекается в другую социальную среду, это может другое быть поведение, связанное с его индивидуальными особенностями функционирования мозга в том числе. Наконец, для определения сильных и слабых сторон когнитивного развития и на этой основе разработки именно адекватных программ обучения и коррекции, в том числе и медикаментозной коррекции. Таким образом, мы приходим к тому, что от нас, от нейрофизиологов, от электрофизиологов в данном конкретном случае, что требуется? Выявление тех мозговых факторов, которые определяют конкретные индивидуальные особенности познавательного развития или поведения у этого ребенка. Но тут тоже задача у нас совсем не простая в этом смысле, в выделении этих нейрофизиологических факторов. И связано с тем, что мозг обеспечивает отдельные аспекты когнитивных функций, отдельные аспекты поведения, вовлекая в это обеспечение разные структуры, разные области мозга, которые между собой взаимодействуют. И все это образует подвижные системы, которые формируются как раз в ходе общения ребенка со взрослым, формируются в ходе когнитивного развития, но, естественно, при этом складываются эти системы на основе тех генетических и средовых биологических факторов, которые являются той основой или той базой, на которой отбирается для функционирования в данном конкретном виде деятельности, в данных конкретных условиях, на данном этапе антогенеза складываются функциональные системы. Что здесь еще тоже важно, может быть, не столько для медиков, сколько для психологов или педагогов, которые работают с детьми, что, собственно, через обучение, формируя особенности когнитивного развития, мы влияем, во-первых, на те складывающиеся системы мозговые, которые в дальнейшем участвуют в сложных высших психических функциях, а, во-вторых, мы влияем непосредственно на созревание мозга. Поэтому, собственно, что мы будем делать, как мы будем обучать, если это уже нарушение, как мы будем коррегировать эти процессы, от этого зависит дальнейшее развитие. И тут складывается либо положительная обратная связь обучения и развития, либо отрицательная. Поэтому еще раз сложность организации мозговой этих процессов, она и определяет необходимость вот этого подхода междисциплинарного для выявления слабых и сильных сторон мозгового обеспечения, познавательного развития у конкретного человека. Ну, мы говорим, сложные функциональные системы мозга. Но как-то же мы должны ограничить себя, что, собственно, мы хотим смотреть. И это тоже проблема современной медицины и науки. Чем больше мы имеем информации, тем сложнее нам с ней работать. Куда смотреть? Что смотреть в мозге, чтобы вот эти слабые и сильные звенья выделять? И, собственно, совершенно гениальная, на мой взгляд, классификация мозговых структур, которые вовлечены в эти функциональные системы, она принадлежит Александру Романовичу Лури. Александр Романович предложил классифицировать мозговые структуры по тем функциям, которые они обеспечивают в целостной форме поведения. Целостная форма поведения определяется теми процессами, которые связаны с обработкой информации и теми процессами, которые регулируют эту обработку информации и регулируют ее в соответствии с задачами поведения, с целями поведения конкретного субъекта. И эта классификация легла в основу концепции трех функциональных блоков Александра Романовича Лури. Любая деятельность, как мы понимаем, невозможна без определенного состояния активности. И вот это состояние активности, оно зависит в значительной степени от глубинных структур головного мозга, который находится в стволе головного мозга, в промежуточном мозге и так далее. Значит, этот общий уровень активности регулируется в том числе и нашим эмоциональным состоянием. То есть это структуры уже гипоталамуса, гипоталамогипофизарной системы, которая регулирует наши внешние проявления эмоций и в том числе регулирует уровень активности других мозговых структур. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько данная ситуация важна для человека. То есть от структур, которые оценивают субъективную значимость. Хорошо нам это событие для достижения нашей цели, или оно нам плохо. И тогда структуры лимбической системы дают сигналы на структуры промежуточного мозга, и это тоже вызывает повышение либо понижение активности мозга. Вот все эти системы, они принадлежат первому блоку, то есть тому блоку, который обеспечит общий уровень активности мозга. Как я уже сказала, никакая сложная форма поведения и высшие психические функции, тем более, не обходится без обработки информации. Этим занимаются структуры второго блока. Это в основном области коры, разной степени сложности осуществляют обработку, интегрируют эту информацию. И дальше эта информация используется для целенаправленного поведения. А вот как она будет использоваться, в какую сторону будет направлена активность субъекта, не только человека, и животных в том числе, это зависит от высших регуляторных центров, которые уже относятся к третьему функциональному блоку. И здесь в основном это различные области лобной коры, они имеют свои специфические функции, а также не только, собственно, кора головного мозга, лобная кора, но и связи между лобной корой или префронтальной корой с глубинными структурами мозга, через которые осуществляется потом избирательная уже настройка корковых зон на обработку информации. И это эволюционно наиболее молодые, да? Здесь эволюционно наиболее молодые. Префронтальная область, которая называется лобный полюс, вот эта область есть только у человека. Нет, я, кстати, вспомнила недавнюю работу, где выявлен был этот участок именно как специфический, сугубо человеческий. Да, каждый раз, когда мы говорим о том, что какая-то зона коры обеспечивает некие специфические функции, мы должны понимать, что это как в рабочем коллективе. У каждого человека есть свои обязанности, но сами по себе отдельно, если это рабочий коллектив, слаженный и эффективный, ничего сделать не могут. Точно так же и мозг. Так вот, как раз префронтальная кора, она обеспечивает избирательную готовность к деятельности, избирательную обработку информации через связи с глубинными структурами. И одна из важнейших систем – это фронтоталамическая система. Это связи между префронтальной корой и таламусом. Почему я сейчас на это обращаю внимание? Это не единственная корково-подкорковая система в третьем блоке. И просто потому, что у детей как раз с той формы, которую в качестве примера я буду приводить, с дефицитом внимания, эта система играет очень большую роль. Ну вот, теперь, значит, что нам делать со всеми этими сложными системами, и как из этого всего получить возможность сопоставлять состояние мозга и, собственно, поведение или высшие психические функции. Для этого один из способов исследования – это регистрация и анализ суммарной электрической активности мозга, энцефалограммы. Я сегодня буду говорить только о визуальном анализе, то есть о том анализе, который можно использовать для достаточно быстрой индивидуальной диагностики вот этих базовых структур, которые входят в основные функциональные системы мозга. И почему это можно? Вот я хочу несколько слов сказать, чтобы не быть голословыми, почему, собственно, энцефалограмму можно для этого использовать. Потому что возникает электрическая активность мозга, возникает в нейронной сети и определяется, то есть сами эти кривые энцефалограммы, их форма, их регулярность и так далее, определяются свойствами этой нейронной сети. Поэтому в энцефалограмме отражаются свойства, в том числе степень зрелости нейронных сетей, в том числе их функциональное состояние, уровень их активности и так далее. Ну вот, значит, собственно говоря, почему мы можем оценивать состояние нейронных сетей с помощью энцефалограммы? Потому что она возникает как результат суммирования токов, которые проходят в нейронах. В целом мозге и в каждой зон, которую мы регистрируем в отдельности. Собственно, открыто было существование этого явления как энцефалограмма достаточно давно. Еще раньше Бергер именно у человека зарегистрировал энцефалограмму. Вот так выглядела, собственно, его кривая, а так вот синусоида, который он иллюстрировал. Вот так выглядит энцефалограмма здорового взрослого человека. Я дальше буду показывать некоторые примеры, поэтому остановлюсь здесь коротко. Обычно в энцефалограмме при визуальном анализе, опять-таки подчеркиваю, располагаются кривые, которые отражают изменения электрического поля в районе сенсоров или датчиков, которые стоят на поверхности головы. По-разному могут располагаться эти кривые. Каждая из них отражает активность от одного датчика. В данном случае, на моих примерах, дальше это запись активности от затылочных, теменных, центральных, лобных, передневисочных и задних височных отведений одного полушария, то есть правого полушария и левого полушария. На энцефалограмме здорового взрослого человека преобладает так называемый основной ритм или альфа-ритм. Ну, может быть, зрители знают это, конечно же. Ну и, собственно говоря, пару слов для тех зрителей, которые, может быть, не являются специалистами. Что это такое вообще энцефалограмма? Дело в том, что наш мозг является проводящей средой, и наши клетки постоянно генерируют электрические импульсы. Эти электрические импульсы образуют токи, которые для того, чтобы нам их померить, измерить, нужно создать просто электрическую цепь. Эта электрическая цепь может создаваться между датчиками, стоящими над поверхностью коры головного мозга, и какими-то более-менее нейтральными датчиками, и либо между датчиками, которые оба стоят над поверхностью коры головного мозга. Когда в нейроны кора головного мозга у нас состоит из множества нервных клеток, и, собственно, базовыми элементами являются так называемые пирамидные нейроны. Когда сюда приходит сигнал от другой клетки, положительно заряженные ионы входят в клетку и выходят через длинный отросток этой клетки на поверхность коры головного мозга. Таким образом, каждый нейрон такой пирамидный представляет из себя как бы маленькую батарейку. Если бы у нас клетки нервные в коре располагались хаотически, то эти электрические поля бы уничтожали друг друга. Но у нас в коре имеется вот такая организация, параллельные пирамидные нейроны. И благодаря этому создается суммарное электрическое поле, возникают достаточно мощные токи, как бы маленькая батарейка превращается в большую, и от каждой такой области достаточно, в зависимости от того, сколько элементов здесь входит, возникают токи. Эти токи распространяются по всей голове, и поэтому в каждой точке на поверхности головы мы регистрируем некую сумму. Но если у нас источник расположен ближе к нашему датчику, то его активность будет максимальной в этом датчике. Но это самое, так сказать, просто, чтобы... Это физика явления, как бы, да. Да, чтобы было понятно, что мы регистрируем. Второй момент, очень важный для понимания энцефалограммы, это откуда берется ритм. Вообще, характерной особенностью вот этих электрических полей, которые регистрируются от поверхности мозга, является ритмичность. Существование основного ритма было показано еще Бергером, но есть разные частоты в энцефалограмме. И сама по себе частота тоже несет некую информацию. Так вот, этот ритм, то есть ритмичность, возникает в нервных клетках по разным причинам. Это может быть просто колебание основного потенциала покоя нервной клетки, так устроен метаболизм этой клетки, это может быть ритмические изменения на отростках нервной клетки. Но самый распространенный механизм в головном мозге – это возникновение ритмичности благодаря существованию вставочных нейронов и как бы прерыванию приходящих импульсов торможением. То есть задается как бы ритм. Вот этот ритм возникает в сети. Если мы всего несколько нейронов возьмем, даже связанных между собой возвратными связями, там обязательно возникнет ритм. Поэтому еще раз обращаю внимание, что вот эти колебания, которые мы регистрируем, они возникают в локальных сетях и неизбежно отражают свойства этих сетей. И неизбежно отражают свойства сетей. Теперь, чтобы дальше было понятно, почему можно использовать энцелограмму для тех целей, про которые я говорю. Ритм в сети, который генерирует этот ритм, он определяется тремя основными параметрами. Это зависит от скорости проходения сигнала между клетками, то есть в местах контакта, в синапсах, что в свою очередь зависит от биохимии, от тех химических веществ, которые функционируют в этих синапсах, то есть от нейромедиаторов. Далее, скорость зависит от длины связи в этой нейронной сети. Если у нас имеется не дифференцированная нейронная сеть, не зрелая, предположим, нейронная сеть, или уже с элементами дегенерации, то тогда частота этих осцилляций будет меньше. И наоборот, чем более дифференцированная сеть, чем более она развита, тем больше будет частота... Тем больше зубчиков. Будет частота осцилляций. Далее, третий момент. Все существенно зависит, то есть амплитуда, частота осцилляций зависит от состояния самих нейронов, от их уровня возбудимости. А это в свою очередь зависит, например, от кровообращения окружающего, от уровня метаболизма, от интенсивности приходов в данную область коры, от других областей коры и так далее. Есть некие общие закономерности связи между свойствами нейронной сети и ритмами энцефалограммы. И это основное, что дает нам возможность ориентироваться на энцефалограмму как показатель функционального состояния мозга. Но самые общие вещи скажу, потому что иначе индивидуальные примеры будут непонятны. Например, если у нас что-то не так с состоянием нейронных сетей, которые генерируют основной ритм в коре. Например, у нас есть диффузная незрелость, возрастная или как индивидуальная особенность, или уже дегенерация критикальных нейронных сетей. Тогда колебания, возникающие во всей коре, либо в какой-то области, если там произошли какие-то нарушения, они будут более медленными по сравнению с возрастными нормами или по сравнению с другими областями коры. То есть, если у нас есть диффузные изменения в длине связей между нейронами, либо локальные изменения, приходящие, то есть, связи, приходящие в данную область коры, мы увидим замедление в коре головного мозга. Далее, состояние глубинных структур также отражается в частоте колебаний, возникновении медленных колебаний. Если у нас имеется, например, дефицит активирующих влияние со стороны первого блока, то приводит к снижению частоты и увеличению амплитуды основного ритма. И это основной параметр, по которому мы можем сказать, что если у нас высокоамплитудные и медленные колебания в затылочных отделах, где в основном регистрируется основной ритм, то это значит, что недостаточно активации мозга со стороны структуры первого блока. Наоборот, усиление активирующих влияний за счет сигналов, которые диффузно распространяются из структуры первого блока, приводит к увеличению частоты. Часто даже до такой степени, что основной ритм просто пропадает. Разбиваются эти локальные сети, которые его генерируют, на совсем мелкие участки, и они перестают синхронно работать, и из-за этого все это получается. Самое интересное, что в энцефалограмме в зависимости от того, на каком уровне регуляторных структур происходят какие-то изменения функционального состояния, появляются синхронно в одноименных областях коры определенные паттерны. И в зависимости от их локализации и формы можно судить о том, что у нас имеется неоптимальное состояние в нижнестволовых структурах, в среднем мозге, в фронтоталомической системе, в базальных ганглиях или в лимбической системе. Ну, собственно, вот это проявления, какие могут быть в энцефалограмме при изменении функционального состояния коры головного мозга и глубинных структур. Основные феномены, которые мы регистрируем, это частота амплитуда постоянных осцилляций, их регулярность. Но при визуальном анализе мы еще можем увидеть кратковременные вспышки, синхронные вспышки, которые имеют разную форму. И также параметром является степень их синхронности. Если они синхронные, то со стороны, значит, изменения связаны с изменением в состоянии глубинных структур. Важным является параметром, в каких именно областях происходят изменения, синхронные либо несинхронные, и сочетание этих параметров. Так вот, значит, в основном используется в современной энцефалографии, мы сейчас говорим о практических вещах, о медицине и о диагностике. Я ни в коем случае не исключаю, и даже более того, мы активно используем количественные методы анализа энцефалограммы, ЭГ высокой плотности и так далее для экспериментального изучения фундаментальной науки понимания того, как работает мозг. Но что касается диагностики, то я смею утверждать, что визуальный анализ может дать больше информации, чем количественный. При визуальном анализе мы кроме частоты и амплитуды также можем оценить регулярность ритма и отдельные паттерны, имеющие специфическую форму, которые недоступны автоматизированному анализу, и оценить их топографию и синхронность. При количественном анализе, который используется в диагностических целях, это разложение всех сигналов на определенные частоты. Чаще всего фурье преобразование используется, и далее отражение спектра этих частот либо в виде карты наносится на схему головы, либо в виде каких-то кривых. И дальше по именно только частотно-амплитудным характеристикам уже выносятся какие-то суждения о соответствии либо несоответствии формы, норме. Таким образом, при количественном анализе в значительной степени теряется очень много информации, которая содержится в энцефалограмме. Во-первых, при количественном анализе мы не можем оценить формы паттернов, во-вторых, мы не можем оценить на коротких промежутках, потому что для количественного анализа нужны длинные куски энцефалограммы, поэтому достаточно большое количество информации теряется. И здесь для медиков, которые занимаются энцефалограммией, с моей точки зрения важно учитывать вот какую вещь. Частота сама по себе, частота осцилляции никакой особой диагностической значимости не имеет, несмотря на то, что она зависит от многих мозговых факторов. Почему? Потому что одни и те же нейронные сети могут генерировать разную частоту осцилляции. А одна и та же частота осцилляции может иметь разное происхождение. И когда мы чисто формально подходим, делаем чисто формально частоту амплитудный характер, то мы уже не в состоянии иметь другую дополнительную информацию, которая нам дает возможность оценить, откуда же, собственно, берутся вот эти вот колебания определенной частоты. Вот в качестве примера. Значит, основной ритм, он регистрируется в затылочных областях, затылочных и теменных областях, вот в правом и левом полушарии. Вот этот каудальный ритм основной и есть тот самый основной ритм, который в основном возникает в нейронных сетях коры и отражает морфункциональные свойства коры. У человека он связан с созрительной функцией, но сейчас об этом мы говорить не будем. Те же самые колебания, той же самой частоты возникать могут синхронно по всем отведениям. На, скажем, карте, которая отражает распространение частот или спектра частот, мы увидим просто, что всё, значит, если этих много вспышек, всё, собственно, покрыто альфа-ритмом. И что мы говорим? Ну, вот альфа-ритм, он так. Но на самом деле это функционально, совершенно другие паттерны, связаны они с активностью глубинных структур, в том числе гипоталамуса. Вот такого типа паттерна. Вот это тоже альфа-частота, но связана она с генерацией в структурах лимбической системы. Мы здесь, что нам дают визуальный анализ? Мы видим пилатерально-синхронные вспышки. Мы видим, что это тоже. И вот эти короткие вспышки, они на схемах частотно-амплитудного анализа вообще никак могут не отразиться, если их там несколько завсюду, например, запись. То есть эта информация будет теряться от того, что это синхронно. А вот именно синхронность, это и есть показатель того, что эти паттерны, их происхождение связано с глубинными структурами. Теперь дальше. Вот тот же самый альфа-ритм, вторая сторона. То есть одни и те же нейронные сети, которые генерируют основной ритм, они могут генерировать разные частоты. И вот здесь видно, что бывает 10 Гц основной ритм, бывает высокочастотный основной ритм, вплоть до удвоения частоты. Формально это уже другая частота, другой диапазон частотный. И тогда, если мы будем описывать вот такой, например, мы с формальной точки зрения отнесем его к колебаниям бета-диапазона, и у нас в описании, в заключении получится альфа-ритма вовсе нет. То есть есть какое-то понятие нормы? Есть понятие нормы, мы сейчас об этом скажем. Всё, что здесь показано, это норма. Это норма. Но просто нужно понимать, что если мы ориентируемся на формальные характеристики, частоту в данном случае, то мы уже эти колебания не будем описывать как основной ритм. А это и есть основной ритм по своему расположению, по реакции на какие-то воздействия и так далее. А вот этот вариант, который встречается у детей, это колебания с частотой 7 Гц. Формально это уже не альфа-ритм. Про это хорошо известно. Теперь, кроме регулярных колебаний, есть ещё паттерны. Наиболее известная, так называемая пароксизмальная эпилептиформная активность. Эти паттерны, вообще говоря, автоматическим анализом, сколько пробовалось, не определяются. То есть это вообще невозможно никаким количественным анализом увидеть. Но сложность состоит в том, что они очень разные. Вот пароксизмальная такая активность в сочетании острых и медленных колебаний, или вот такая, просто отдельные острые пики, это тоже пароксизмальная активность. Такого типа изменения в коре головного мозга или связанные с глубинными структурами, они являются признаком предрасположенности к судорожной готовности. Поэтому, что вот осталось за инзополограммой визуальной и признаётся, да, это в основном только вот это. То есть нахождение, кроме этих, собственно, пароксизмальных паттернов, есть ещё другие. Медленные, например, колебания, они могут возникать синхронно, и тогда это их происхождение глубинное, либо они могут возникать в отдельных зонах мозга, и это бывает связано с нарушением притока сигналов по проводящим путям, например. Вот здесь чуть-чуть отвлекусь, приведу пример важности, в данном случае, визуального анализа. Мы в своё время проводили исследования не на детях, на взрослых с инсультами. И одновременно тогда ещё КТ, не МРТ, КТ делали, и энцефалограмму. И по энцефалограмме мы видели локальные нарушения, в данном случае, ну, неважно, в какой тут зоне мозга, в данном случае, в задней височной области, правого полушария. И, соответственно, проявления поведенческие, когнитивные, они хорошо совпадали вот с этими изменениями в коре, которые были видны на энцефалограмме при визуальном анализе. АКТ показывала нарушение кровообращения совсем даже не в коре, а в проводящих путях. Поэтому в данном случае энцефалограмма давала информацию о состоянии именно структур, связанных с познавательными процессами, и показывала, что они вторично нарушаются, что здесь никакой органики нет, а есть нарушение проводящих путей. Ну вот. Ну, собственно, мы, значит, я надеюсь, что я показала, что много информации содержатся в энцефалограмме, но тем не менее в настоящее время визуальный анализ очень мало используется, а если используется, то чисто формально, либо для того, чтобы выявить пароксизмальные знаки. Это происходит потому, что в основном всё описание даже визуального анализа свойств к частотным характеристикам, которые, как я уже показала, могут быть разными. Плюс очень важная вещь, что энцефалограмма не отражает нозологическую специфичность никаких заболеваний, ни эпилепсии, ни тем более умственной отсталости, или каких-то там дефицитов внимания, или аутизма, что очень часто делают ошибочно, некоторые там врачи, энцефалографисты, которые говорят, что по энцефалограмме можно нозологическую форму вот этих нарушений поведения определить. Невозможно это определить. Ещё раз, потому что все эти сложные формы нарушений не имеют единой природы. Но что можно? А можно оценить, поскольку энцефалограмма имеет происхождение, связанное с активностью нейронных сетей, функциональное состояние этих сетей в целом по коре, в отдельных зонах коры, либо изменения, связанные уже с глубинными структурами. И, собственно, на вот это систематическое сопоставление однородных по функциональному значению ЭГ признаков, паттернов, которые отражают состояние определенных областей или определенных глубинных структур. И поведение высших психических функций оно может быть как раз полезным для выявления нейрофизиологических факторов, определяющих когнитивные дефициты, как в плане популяционном, то есть варианты различных нарушений, их нейрофизиологические факторы, так и в индивидуальном плане. Но для того, чтобы это делать, мы же не можем вот что вижу, что пою, как в любой другой области неформализованных знаний. Нам нужно эту информацию выделить в ней ключевые моменты, реперные точки. И вот эта задача структурирования знаний, она вообще стоит в самых разных областях медицины. Тем более, когда накапливается все больше информации, в том числе молекулярной, генетической информации, о чем в лекции Вадима Марковича говорилось. Говору надо, я на данный момент. И он в конце лекции поставил вопрос, а что же с этой массой всех знаний делать? То есть во всех областях такого типа знаний необходимо ввести структуру. Причем эта структура зависит от задачи исследования, очень сильно зависит от задачи исследования. Если перед нами стояла задача сопоставления отдельных структур мозга, образующих функциональные системы, с показателями когнитивного развития, у нас одна структура получилась. Если бы у нас задача стояла определение тяжести при острых поражениях головного мозга, мы бы, наверное, совсем другую структуру сделали. Ну и, значит, вот этот структурный анализ, как мы назвали, или схема структурирования ЭГИ-информации, она создавалась, начала создаваться довольно давно, и уже там с начала 90-х годов мы ее представили в инцеполографической общественности, публиковали и так далее. Собственно, она создавалась в соавторстве с Мариной Натанной Фишман, таким ведущим специалистом в области энцефалографии, и Ирина Павловна Лукашевич, доктором физмат-наук, который специализируется как раз на структурировании знаний. Систематизации. Да, систематизации и структурирование знаний. И, собственно, ключевые вопросы диагностики в том смысле, какова была наша цель, то есть для сопоставления с когнитивным развитием, это состояние коры головного мозга, нейронных сетей, которые осуществляют обработку информации, это некие диффузные изменения, но это скорее дань уже клиницистам, это локальные изменения в отдельных зонах, потому что бывают парциальные нарушения, то есть изолированные нарушения когнитивных процессов, и они связаны с определенными зонами коры, и, наконец, состояние регуляторных структур. А в следующем уровне создания этой схемы нам нужно было отдельные паттерны энцефалограммы разложить по этим ящикам в соответствии с этими вопросами. И здесь это как бы все базировалось естественно на опыте энцефалографистов, разных экспертов, и, конечно же, знаний, накопленных и в экспериментальной электрофизиологии, и в клинической электрофизиологии. И хорошо известно, что характеристики именно основного ритма связаны с морфункциональным состоянием нейронных сетей коры. Диффузные изменения, как правило, вне нейронного происхождения, то есть изменения метаболизма в основном отражают общее нарушение кровообращения, но их тоже как-то надо куда-то описать. Локальное изменение отклоняющейся электрической активности в отдельных близколежащих зонах коры. И, наконец, важное, билатерально-синхронные. Билатерально-синхронные в зависимости того, что они себя представляют, какого они формы, частоты и так далее, и в каких они зонах регистрируются синхронно, по этим признакам можно судить о том, на каком уровне регуляторных структур первого блока либо третьего блока что-то сложилось не так, что-то неоптимально в состоянии этих структур. и дальше по определенным алгоритмам сочетания этих признаков делается заключение для коры о соответствии возрастной нормы. Для того, чтобы это делать, мы проводили специальные исследования, к сожалению, сегодня я об этом не смогу сказать, но эти исследования проводились и нами, и до нас многократно проводились, и действительно существуют определенные критерии, по которым можно судить о соответствии возрастной нормы степени развития коры головного мозга. Для локальных изменений соответственно это локализация, это может быть характер этих измедений, в том числе и пароксизмальный. И, наконец, для синхронных изменений со стороны глубинных структур это уровень, на котором эти глубинные структуры ведут себя не очень оптимально. Ну и, значит, далее мы эту всю информацию, индивидуальную информацию, либо, как я сейчас покажу, популяционную, сопоставляем собственно с теми параметрами, которые нейропсихолог смотрит в своем обследовании и выделяет некоторые дефициты, которые относятся к процессам обработки информации, к процессам общей активации и к процессам управления. И здесь показано соответствие наших параметров, наших, так сказать, структур, по которым мы разложили эти признаки, и нейропсихологического обследования. Ну и далее, значит, для чего это все в итоге может применяться? Ну, это может применяться для определения критерий возрастной нормы. В этом случае мы, скажем, паттерны альфа-ритма, говорящие о состоянии коры, либо паттерны со стороны глубинных структур, сравниваем у детей разного возраста и, так сказать, разной степени развития, познавательного развития. Таким образом, мы выделяем некую функциональную норму. Но это отдельный разговор, что такое норма, да? То есть, не совсем в таком чисто медицинском смысле. Вот. Это выявление факторов, которые лежат в основе различных нарушений познавательного развития. при этом мы параметры отдельных блоков сравниваем при в норме и при определенных нарушениях развития и видим, за счет чего может быть эти нарушения, чем они могут определяться. И, наконец, оценка индивидуальных особенностей функционального состояния коры и регуляторных систем для того, чтобы это сопоставить с индивидуальными особенностями познавательного развития. В качестве примера применения, так же, как в начале я говорила, это синдром дефицитного внимания с гиперактивностью, который, на самом деле, никакой не синдром, а просто описание того, что разные формы нарушения внимания есть у ребенка, и при этом он еще может быть двигательно-гиперактивным, а может и не быть двигательно-гиперактивным. Ну и, значит, собственно, в чем проблема дифференциальной диагностики когнитивного развития при этом синдроме. Проблема в том, что, если посмотреть в литературу, у них встречаются и нарушения управляющих функций, и, например, нарушения слухоречевых функций, и нарушения зрительно-пространственных функций. Есть или нет нарушения интеллекта тоже дискутируется, и такое впечатление, что это у каждого гиперактивного ребенка дефицита внимания вообще должно быть все, но это совсем не так. И, значит, если мы возьмем сначала просто сопоставим детей в контрольной группе и детей с дефицитом внимания по разным параметрам сагнитивных функций, это, собственно, произвольные регуляции деятельности управляющие функции, это слухоречевые функции, это невербальные функции, то мы видим, что они очень высоко значимы, эта группа гиперактивных детей отличается от контрольной. Также они отличаются по степени утомляемости, то есть эти намного более утомляемые, и темп деятельности у них снижен. Ну и что же дальше с этим делать? Мы также у этих детей посмотрели по схеме структурного анализа. Основные параметры структурного анализа это состояние коры, то здесь откладывается так же, как при нейропсихологическом обследовании, дефицитарность, то есть неоптимальное состояние. Далее состояние активирующих систем неспецифических первого блока, нижней сфаловой структуры, далее фронтоталамические структуры, вот эта система, которая связана с избирательной регуляцией поведения и готовности к деятельности, далее это лимбические структуры, которые тоже влияют и на когнитивное развитие, и на поведение через запуск социального взаимодействия и так далее. И локальные изменения. Локальные изменения в правом полушарии и локальные изменения в левом полушарии. Это примеры, может быть, сейчас у нас нет времени, собственный энцефалограмм, фронтоталамическая неоптимальность отражается в виде медленных колебаний, синхронных лобной 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 коре в передних отделах. Дефицит активации стороны структур первого блока или нижних стволовок отражается в повышении амплитуды и снижении частоты основного ритма и появлении медленных колебаний. Локальные изменения, например, в правом полушарии, этники, группы локализованных изменений в одном из полушарии. И далее для того, что вот эти нейрофизиологические факторы, причем вот эти три типа отклонений, как видно было на графике, они чаще всего встречаются у детей с этими признаками синдрома дефицита внимания. Не только они, но эти встречаются чаще всего. И дальше мы взяли, это довольно сложно набрать чистые группы, в которых есть только одни. У меня как раз был вопрос, где вы берете материал для исследования. Ну, мы, собственно, занимаемся помимо чисто научных исследований, мы занимаемся консультированием и занимаемся в школе. То есть, вам приводят детей, которые заведомо уже замечены проблемы. Да, основной материал, когда мы свой структурный анализ вот этот вот создавали, это были просто достаточно большие популяционные исследования, нам просто заказывали школы, интернаты и так далее. Это взаимодействие без проблем происходит с исследователями. Сейчас с проблемами, вот, когда это все там начиналось, да, почти, сколько-то уже, там, больше 20 лет назад, вот, то тогда таких проблем не было. Сейчас у нас есть прием, да, то есть, приходят дети с проблемами в наш институт, к разным специалистам, приходят иногда с диагнозами уже, и тогда мы, собственно, смотрят. Если люди обратились сами, то они скорее пойдут уже и на такое обследование. это обследование, оно абсолютно... Не, оно не инвазивно, понятно. Абсолютно не инвазивно. Шапочку наделы. На самом деле, еще раз, как бы, возвращаясь к началу, для того, чтобы сформировать какие-то, разработать какие-то адекватные меры коррекции, в том числе медикаментозные, надо понимать, что данного конкретного... Действительно ли оно вообще? Так оно-то, в том и дело, что оно, это непонятно что. А что у конкретного ребенка, мы должны вот именно этим... Еще есть расхожее мнение, что оно чаще у мальчиков, чем у девочек. Да, ну, это на самом деле так оно и есть. Но, опять-таки, к сожалению или к счастью, очень быстро вот эти какие-то особенности и преобладание каких-то определенных дефицитов меняются. Меняются на протяжении даже... Ну, это как бы отдельный разговор, но, тем не менее, это так. Это довольно для меня необъяснимая вещь, но если вот, например, лет 10 тому назад основной дефицит все-таки поведенческие проблемы, это именно был дефицит внимания с гиперактивностью, то сейчас спектр смещается вот этих вот особенностей развития в сторону нарушения аутистического спектра. И объяснение, это уже другое, другой вопрос. другой вопрос. И то, и другое, как нозологическая форма очень гетерогенные. То есть совершенно по разным причинам, имея в виду состояние мозга, они могут возникать. И вот здесь, значит, мы три фактора в этом исследовании уже, которое проводилось, выделили, собственно говоря, это неоптимальное состояние фронталомической системы, это, соответственно, неоптимальное состояние первого блока общей активации и нарушение активности в правом полушарии. Вот было три таких основных. Это не единственные, хочу вам сказать. И, собственно, просто пока нету таких вот уже накопленных данных, но есть и другие глубинные структуры, которые тоже связаны с вниманием и поведением, и которые тоже могут вы... А теперь мы посмотрим на этот график уже, когда у нас сопоставляется не только контрольная группа с группой синдрома дефицита внимания, а три у нас подгруппы синдрома дефицита внимания. Первая подгруппа это неоптимальное состояние фронталомической системы, вот красная. Следующая подгруппа это дефицит активации зелененькая и это локальные изменения в правом полушарии. Здесь то же самое, те же параметры нейропсихологического исследования, то есть нарушение произвольной регуляции избирательного внимания управляющих функций, нарушение слухоречевых функций и нарушение невербальных функций, также быстрая утомляемость и темп деятельности. И вот здесь мы уже видим, что совершенно картина выглядит по-другому. То есть дефицит управляющих функций это в основном все-таки у детей с неоптимальным состоянием связи лобной коры и подкорковых структур фронталомической системы. Это, кстати, наиболее частое отклонение в энцфолограмме у детей с дефицитом внимания. Далее, как мы видели на предыдущем графике, эта же неоптимальность мозговая приводит, как ни странно, к слухоречевым дефицитам и в значительно меньшей степени к дефицитам невербальных функций. Что касается дефицита невербальных функций, то они в основном у детей наблюдаются с особенностями в правом полушария. То есть, так сказать, нейропсихологическое обследование и цифрографическое в данном случае совпали и показывают, что у таких детей будет дефицит внимания наряду с нарушением зрительно-пространства их функций. А вот у таких детей будет выражен дефицит внимания наряду с слухоречевыми, в основном семантическими нарушениями. А что касается дефицита первого блока до дефицита активации, он в основном дает быструю утомляемость, быструю истощаемость, что, в общем-то, логично и понятно. Ну и в некоторой степени также нарушение зрительно-пространства функций, когда каудальные отделы мозга, где снижена активация, они в наибольшей степени, так сказать, страдают в этом случае. Вот такая дифференциация вот по этим трем уже выделенным нейрофизиологическим фактором. Ну, это, значит, теперь уже конкретно примеры, как этот способ или этот подход с использованием энцефалограммы визуального анализа применяется в конкретных индивидуальных исследованиях. Собственно, что мы делаем? Мы исследуем энцефалограмму параллельно и независимо, никак не общаясь друг с другом. Мы смотрим в нейропсихологическом обследовании состояние когнитивных процессов. Далее по энцефалограмме мы оцениваем по вот этому структурной схеме функциональное состояние и степень функциональной зрелости, коры, отдельных горковых зон и подкорковых структур. Здесь мы оцениваем уровень развития различных компонентов познавательной деятельности. Далее мы это сопоставляем и выделяем индивидуальные особенности познавательного развития и их обусловленность функциональным состоянием мозга. Что это нам дает для психологов, родителей и так далее? Информация для потенциальных возможностей познавательного развития и информацию по может или нет. Есть или нет, за счет чего можно компенсировать. Здесь разные подходы, но это уже дело нейропсихологов. Либо пытаться развивать эту функцию, которая неоптимальна, а это можно, например, при форме таламической недостаточности делать, то есть система работая, она, так сказать, начинает развиваться. Ну и, собственно, индивидуальный подход к воспитанию режиму дня и обучения. Что касается связей с психологами, родителями, педагогами и так далее. Но есть и медицинская, конечно же, в этом сторона. То есть в виде неоптимального состояния каких-то структур мы, соответственно, можем рекомендовать дальнейшее обследование, предположим, если есть какие-то подозрения на причину этих изменений и так далее. Вот теперь, если у нас есть еще время, несколько примеров. Все примеры с диагнозом синдрома дефицита внимания. Ну, поскольку мы ограничены во времени, то я именно этим нарушением иллюстрирую весь этот подход. Это может применяться к любому типу отклонений. и так, значит, вот это ребенок, который нейропсихолог видел проявление утомления, двигательного беспокойства, но на эффективность особенно это не влияло. Основное, что увидел нейропсихолог, это нарушение произвольной регуляции деятельности в виде импульсивности, в виде повторов предыдущих действий или действий нейропсихолога, трудности переключения, нарушения избирательности и так далее. То есть, дефицит внимания, естественно, там манифицировал. Значит, здесь на энцефалограмме мы видели знаки, паттерны синхронные медленные колебания в передних отделах. Это признак функционально незрел именно связи фронтальной коры с глубинными структурами. То есть, дальше, что с таким ребенком? С таким ребенком прежде всего нужна нейропсихологическая коррекция произвольной регуляции. Нейропсихологи знают, как это делается, в какой форме это делать и так далее. В принципе, медикаментозное лечение, но здесь как бы под вопросом, нужно оно, не нужно. Это уже, так сказать, там можно смотреть кровообращение, но, как правило, это не связано с кровообращением, а связано с индивидуальными особенностями развития. Второй пример. Это тоже диагноз синдром дефицита внимания с трудностями обучения. здесь к собственному нарушению... Ну, это 6 лет, какой обучающий, маленький? Нет, об этом мы говорим уже, как бы там, это же проявляется в дошкольном возрасте, да, соответственно, возрасту, конечно. Вот, здесь на первый план выраженная утомляемость выходила и зрительно-пространственное нарушение, и все, что было связано с синтезом информации, вот, в основном зрительной информации. И мы видим, что в каудальных отделах здесь очень существенно повышена амплитуда и снижена частота основного ритма. Это признак выраженного дефицита со стороны активирующих систем. Это бывает часто при нарушении кровообращения в позвоночной артерии, когда недостаточно поступает кислорода в мозг и, соответственно, в глубинные структуры, стволовые структуры, и они не могут эффективно уже регулировать состояние коры головного мозга. Здесь уже больше медицинская, конечно, проблема, да, то есть нормализация кровообращения, так сказать, может быть, какие-то даже препараты активирующего характера. И, кстати, вот такого типа нарушения лучше всего поддаются тому лечению, которое принято в основном на Западе, на лечение стимуляторами. И кажется, что вот этот ребенок, у них часто бывает проявление гиперактивного поведения, кажется, он такой активный, у него так много энергии, а на самом деле у него это все снижена, активация, и вот эта его активность, это компенсаторная. За счет сигналов от мышц мозг получает дополнительную активацию, и, соответственно, лечение здесь не может быть успокоительными средствами вот в таком случае. Далее, значит, вот это интересный был случай. Первоначально у девочки поставлен был диагноз синдром дефицита внимания, потом диагноз поменяли на шизофрении, детскую шизофрению, и лечили корректором поведения антипсихотическими препаратами. В общем, достаточно безуспешно, хотя, конечно, проявление вот этого негативных проявлений поведения снималось, но основные дефекты, которые были, а какие были основные по результатам нейропсихолога? Сложности выражены на нарушении зрительно-пространственной и не только зрительной, но и в тактильной сфере, даже с видами игнорирования левой стороны, это явный признак правополушарных нарушений, то есть до этого, до того, как посмотрел нейропсихолог, никто даже не замечал, даже в голову не приходило, что это могут быть какие-то локальные нарушения. Диагноз шизофрения не подразумевает здесь синдром дефицита внимания каких-то изменений в конкретных структурах коры головного мозга. Основные страдания, что касается когнитивных процессов, были связаны с трудностями математики, то есть абсолютно невозможно было. Ну и были также остальные функции, в том числе и произвольная регуляция, какие-то даже эмоционально-мотивационные проявления не были особо нарушены. На энцефалограмме очень выражены, редко, когда мы говорим о патологических изменениях у детей, то есть именно патологических, но в данном случае это так, очень медленные колебания локально в правом полушарии, в коре правого полушария. и естественно в таких случаях мы уже направляем на дальнейшее медицинское обследование, в данном случае было сделано катет, было достаточно давно, и была выявлена патология, да, той области мозга, где проходят связи между глубинными структурами и корой. Соответственно, пострадала кора, мы это видим на энцефалограмме, а на катетах мы видим совершенно другую вещь, да, то есть если бы не было энцефалограммы, то увязать ее вот эти нарушения когнитивные с ее собственно структурными нарушениями, это в глубине нарушения, тоже было бы проблематично, то есть это некое такое промежуточное звено между когнитивным процессом и собственно структурным, в основном сейчас уповают все на структурное обследование, структурное МРТ, делают даже там для диагностики например внутричепного давления и так далее, вот, но нужно еще и промежуточное звено, но это тест наэропсихологические, которые показывают, что именно невозможность копирования сложной фигуры, то есть зрительно-пространственной то есть это по памяти он должен был нет, это глядя, глядя, да, это глядя и в этом возрасте обычно дети уже хорошо справляются, вот здесь показано, именно воссоздать соотношение деталей целого, вот в данном случае это опять-таки подтверждает правополушарные нарушения, вот, еще один, значит, случай в чем-то противоположного характера, мальчик также с диагнозом СДВГ был, да и соответствовало у него нарушение внимания, нарушение поведения и так далее, но, значит, нейропсихологическое обследование выявило очень существенное нарушение эмоционально-личностной сферы, причем быстро прогрессирующее нарушение, ну, с детства у него были проявления аутистичных черт, но был поставлен диагноз СДВГ, не думаю, что там было какое-то специфическое лечение, и нейропсихология выявила действительно нарушение внимания очень существенное, плюс нарушение эмоционально-мотивационной сферы, и здесь вот другие паттерны, которые у нас в массовом обследовании не вылезли, так сказать, на значимость, это неоптимальное состояние лимбических структур, которые наиболее тесным образом связаны прежде всего с социальным взаимодействием и с регуляцией мотивационной эмоциональной сферы, и вот как раз в этом случае отнести именно в чистом виде к нарушению внимания, ну, даже с точки зрения нозологической формы, было, по-видимому, нельзя, да, то есть мы энцефалограмма позволила здесь диагноз уточнить, а поскольку дальше все прогрессировало, в конечном счете это все стало достоянием уже психиатра, да, то есть это было в явном виде уже стало понятно, что это психическое нарушение, которое, кстати, часто вот эти неоптимали лимбических структур встречаются именно у детей с какими-то отклонениями уже психического характера. и напоследок, собственно, это тоже ребенок с дефицитом внимания, в основном гиперактивностью, и у него на энцефалограмме в меньшей степени, чем вот на втором случае, но также замедление основного ритма, что является, общем-то, признаком снижения активации. но я специально взяла этого ребенка, потому что кроме гиперактивности ничего особенного у него не было, то есть было нейропсихологическое обследование, ничего существенного не выявило, и вот он нам нарисовал такой прекрасный рисунок, что вот как-то Слушайте, а вот попугань наоборот написано, это техническое это я думала он так пишет Нет, 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 у него как раз никаких абсолютно таких нарушений не было, просто вот гиперактивность, но тем не менее тоже эта гиперактивность была результатом недостаточной активации, не того, какой ребенок активный. Ну и наконец напоследок, чтобы как-то все это в систему привести, это собственно то, что мы предлагаем, и то, что мы реально в общем-то делаем и в плане научных исследований для выявления этих факторов когнитивных дефицитов и в плане индивидуальных. То есть мы проводим такое междисциплинарное исследование оценки когнитивных функций и визуального анализа энцефалограммы, дальше мы сопоставляем между собой эти данные и это является информацией о слабых и сильных звеньев конкретного ребенка для того, чтобы разработать какие-то приемы педагогической и собственно нейроксологической коррекции. Одновременно мы видим здесь какие-то особенности состояния мозга, которые важны, например, могут быть важны для дифференциальной диагностики уже в медицинском плане. Вот одновременно если есть какие-то показания в энцефалограмме мы направляем на дальнейшие клинические обследования вплоть возможно где это возможно генетически и на основе этого действительно можно уже адекватно то, что называется персонифицированный подход в медицине использовать. Вот собственно наш подход и то, что мы пытаемся делать. Но надо сказать, что здесь можно разные формы нарушений таким способом анализировать кроме того, что мы индивидуальной диагностикой занимаемся и мы уже видим, что есть и другие нейрофизиологические факторы в том числе этих дефицитов внимания. То есть это на месте не стоит. Ну в заключении хочу сказать, что при всей важности визуального анализа тем не менее совершенно мы не отрицаем количественный подход и используем его но с целью уже понимания механизмов работы мозга во время деятельности, чего мы при визуальном анализе конечно увидеть не можем. У него есть свои ограничения. Каждый метод имеет свои задачи. Вот это очень важно мне кажется вообще и для медицины и для психологии и для других способов анализа человека. Вот собственно все. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы работаете уже не первое десятилетие в области диагностики особенностей развития детей. У меня вопрос такой. Вы можете оценить этот уникальный случай. Вы можете оценить не повлияло ли наступление цифровой эры на проявление этих отклонений. То есть старые методы диагностики они не смазываются ли цифровыми нашими веяниями. Сейчас я поясню. Скажу рисунок Тейлора та же самая 30 лет назад и сейчас фигура. Если учесть, что дети проводят очень много времени внутри гаджетов и я слышала от своих знакомых что у них как-то на бытовом уровне они замечают не специалисты не желание социализироваться. Я лучше в iPad посижу. А социализация это важный фактор который рассматривает диагносты вот есть ли тут какие-то связи или преувеличено влияние защиты очень много аспектов один аспект это по отношению к самим методам методы развиваются технологии развиваются и старые методы вроде как бы уходят но я надеюсь что тут я показала что достаточно много информации можно добыть и используя старые методы другой момент влияния собственно вот этой среды цифровой на самих детей элементарно они меньше рисуют они там пролистывают да они действительно меньше рисуют и может ему рисунок Тейлора просто трудно нарисовать нет собственно особенность вот этого нейропсихологического подхода который кстати тоже качественный который предложил Александр Романович она состоит в том что анализируются не отдельные процессы и функции анализируется деятельность для этого создается батарея тестов где одна и та же функция включена в разные тесты и тогда мы можем сопоставить за счет чего он плохо нарисовал за счет того что у него скажем тонус в руке так сказать не может на это есть еще дополнительный тест отдельный про тонус в руке он не может нарисовать потому что он не видит структуру то есть у него нарушено целостное восприятие одна история либо он не может нарисовать то что он программу вот этого копирования не удержал а на программу есть другие тесты незрительно пространственные поэтому мы здесь вот собственно влияние привычного для ребенка современного ребенка каких-то навыков мы скорее всего так сказать в результате сопоставления все-таки можем увидеть где у этого конкретного ребенка дефицит другое дело что опять-таки вот этот современный мир и доступность информации и существование технических средств с одной стороны и огромное количество информации оно безусловно влияет и в частности мы это тоже видим другое дело что мы систематических исследований не проводим вот как это изменяется популяции но некоторые наблюдения есть например такое наблюдение что если у детей с трудностями обучения там в 90-х годах мы часто видели не очень хорошую так сказать работу коры головного мозга и это было одной из причин то сейчас мы в массовой школе то есть речь не идет там о каких-то дефектах серьезных просто трудности обучения практически нет то есть почему это может происходить потому что так или иначе ребенок вовлечен постоянно в обработку какой-то информации то есть него мозги задействовали кора но при этом управлять этим процессом становится все труднее и труднее не только как бы субъективно но и мозгам тоже поэтому начинают страдать в большей степени или как-то недостаточно эффективно функционировать именно регуляторные структуры в том числе связи лба там с глубинными структурами и так сказать другие регуляторные структуры управляющие мотивацией и так далее то есть в основном становится причиной дефицитов таких вот диффузных дефицитов регуляторная рожда плюс поскольку мозг не справляется с этими задачами ну или там ему сложнее справляться возникает стрессовая реакция а это уже в свою очередь действует на структуры связанные с гипоталамогипофизарной связанные со стрессом когда уже они становятся неоптимальны начинается вегетативно-сосудистые проявления и так далее то есть это тянет за собой если например наблюдение в нашей лаборатории скажем конец 70-х 80-е годы вот такого типа неоптимальное состояние гипоталамуса были в основном связаны с пубертатом то есть периодом полового созревания то сейчас мы это можем даже увидеть и в 3 года и в 4 то есть это не есть тоже влияние гормональных перестроек а скорее всего есть влияние стрессов но не надо думать что стресс это значит вот обязательно какое-то плохое просто обилие сигналов обилие сигналов даже не информация а сигналов с которыми в общем мозгу все труднее и труднее справляться это действительно так происходит но я не могу представить он еще не эволюционировал не подстроился под обилие этих сигналов как вот не паратоксально это звучит технические средства которые нам должны были бы помочь да они конечно же помогают но это требует от мозга все более и более ресурсов именно со стороны регуляторных структур и поэтому это требует какой-то модификации процесса образовательного то есть нужно научить ребенка как работать с разной информацией не дать ему конкретные знания которые через два года уже что-то другое будет а дать ему какую-то опять же структуру дать ему основу чтобы он сам мог дальше с обилием информации работать не только конечно в школе там это и студентам и так далее вообще подход должен быть другой об этом много говорится но это реально очень трудно сделать такие программы не очень даже понятно как да спасибо большое еще раз спасибо спасибо